Все дело в том, что деятельность психолога, она же все равно ориентирована в первую очередь на общение. И поэтому мне ректор Павел Иванович Сидоров сказал, Евгения Георгиевна, у нас есть профсоюзная организация, у нас есть ветеранская организация. Пожалуйста, ветеранов, возьмите под свое крыло. И мы стали проводить вместе с председателем профсоюзной организации различные мероприятия, встречи, беседы. И она меня всегда привлекала к тому, чтобы я присутствовала. Поэтому всех ветеранов, ну, по сути дела, тоже с 1994-1995 года уже я знала. Но я никогда не предполагала, что я доживу до таких пор, что мне придется возглавить ветеранскую организацию нашего университета. Ну, кто знает историю нашего университета, у нас почти в течение 20 лет возглавляла нашу ветеранскую организацию Анастасия Григорьевна Сердечная. Здесь тоже в презентации я вам ее покажу. Удивительный человек, удивительная фамилия, Сердечная. Она и по душе такая вот сердечная, очень отзывчивая. И когда ей исполнилось 90 лет, она сказала Евгения Георгиевна, пожалуйста, замените меня, я уже больше не могу. И возраст, и тяжеловато, но я никого не вижу, кроме вас, вот кому бы я могла отдать. И Любовь Николаевна Горбатова, наш вектор, тогда тоже со мной побеседовала. Ну, вот мы кто? 50-е, 60-е годы рождения, да? Мы же кто? Партия сказала, комсомол ответил, есть. Если руководитель тебе предлагает, ты можешь, не можешь, но ты берешь и ты можешь. И поэтому, когда мне сказали, что вот это нужно, естественно, я согласилась. Как получилось с ассоциацией потомков рода Ломоносовых? Вот это просто подарок судьбы. Потому что на самом деле, вы все знаете, что у Михаила Васильевича Ломоносова была младшая сестра, у них там 19 лет разницы, Мария Васильевна, которая дала огромное потомство крестьянской родни Михаила Васильевича Ломоносова. И вот как раз по линии Анны, уже племянницы Михаила Васильевича Ломоносова, идет наша линия. Поэтому, когда была подготовка к одному из юбилеев Михаила Васильевича Ломоносова, тут деятельность очень активизировалась. И опять же, руководство мне сказало, Евгения Георгиевна, надо объединять род Ломоносовых. Ломоносовых, не Ломоносова. Потому что род Ломоносовых не с Михаила Васильевича начался, а известно еще до него три поколения. Поэтому я всегда, когда мне говорят, вот вы там прямой потомок Ломоносова, я всегда поправляю, нет, я не самозванка, я отношусь к роду Ломоносовых. Это тоже очень интересно. И столько интересного в жизни мне преподнесла эта деятельность, что оказалось, я с одноклассницей, с которой мы дружили, вместе на катол, ходили вместе к ее бабушке на факторию, в детстве ездили на вкусные пирожки, когда жили в центре города. И вдруг оказалось, что мы с ней тоже идем по линии рода Ломоносовых. И действительно, вот встречаешься с кем-то и начинаешь выяснять, ну, потому что действительно потомство у Марии Васильевны Ломоносовой от двух дочерей и от сына, оно огромное, да? Многодетные семьи было, поэтому, может быть, даже кто-то из вас является потомками рода Ломоносовых по какой-то линии. Можно посмотреть в справочнике свою фамилию, может быть, вы там что-то для себя тоже увидите интересное. Еще раз подчеркните, Мария Васильевна, она кто Ломоносову? Младшая сестра. То есть у него все-таки были сестры-то? Нет, у него была одна сестра. Думала, он единственный сын. Он единственный сын от Елены, от матери. Но, как вы помните, она умерла, когда он был еще ребенком. Потом отец женился после этого, но там жена умерла. Тоже непонятные обстоятельства, при которых она умерла. Здесь можно почитать книгу Людмилы Георгиевны Доморощеновой, к которой по-разному относятся, но мне эта книга очень нравится. «Лабиринт без права выхода». В интернете она есть. Людмила Георгиевна – очень вдумчивый журналист, которая работала с архивами. Иногда звучат какие-то негативные отзывы в то, что она тут напридумывала, насочняла. Она ничего не сочиняла. Она опиралась на архивные исследования, которые ей удалось найти. Но, к сожалению, тоже не все можно найти сегодня. Тем более вообще все, что происходило с именем Ломоносова после его смерти – это удивительный детектив засекреченный. Многие архивы просто исчезли. И сегодня, когда я тоже готовилась к лекциям по Михаилу Васильевичу Ломоносову, какой это был патриот, и какой он был верный муж, и какой он был вообще удивительный человек. Так вот, конечно, немцам, которые были в науке в то время приближены, вы помните историю России, им, конечно, не надо было, чтобы мы знали свои истинные корни, свою силу, и поэтому наша история во многом была ими переврана. Есть удивительные высказывания даже самого Михаила Васильевича, когда он сказал, если такая тварь касается нашей истории, то что хорошего можно ждать. Жизнь действительно у меня полна всяких событий, очень интересных, и делаю я все с удовольствием, и позволяю себе не делать того, чего мне не нравится и чего я не хочу делать. И поэтому, наверное, как раз это мне и позволяет не бояться, браться за какие-то новые вещи, знакомиться с новыми людьми. Здесь же, так, в моей истории была студия Виктора Петровича Панова, мы были первыми пановцами, поэтому, когда я выступаю по телевизору, и мне говорят, как-то вы так это смело, я говорю, дорогие мои, вы еще не родились, а я с 65-го года уже на телевидении выступала, потому что наша шестая школа рядышком с телевидением, а они любили деток брать для каких-то передач. Поэтому и это все оказалось вот в ту копилку, которая создалась в моей жизни. Отношения с пожилыми людьми. Мне, наверное, тоже повезло с тем, что у меня была любимая бабушка. И у меня даже в детстве от знакомых, от друзей бабушкиных была такая кличка – бабушкин хвостик. То есть, куда бабушка, она меня с собой, везде-везде. И я вспоминаю еще такие интересные моменты. Бабушка очень хорошо шила, и вот она, если берет что-то там, допустим, себе платье шить, она обязательно из такого же кусочка обязательно мне платье. И мы идем с ней в одинаковых платьях. К сожалению, у меня было 13 лет, когда бабушка ушла. Но вы знаете, у меня такое ощущение, что она всю жизнь рядом со мной. Вот ее какая-то теплота, ее поддержка. Хотя я даже не помню, чтобы мы о чем-то с ней вот таком говорили. Я вспоминаю о том, у нас первая могила появилась на Вологодском кладбище, недалеко от храма всех святых. И с детства не боюсь кладбища, не боюсь мертвых, потому что бабушкина сестра жила на Вологодской, а в то время в открытых машинах везли гроб, следом шла толпа, вот этот оркестр. Единственное, когда барабан бьет, вот этот такой звук глубинный, вот единственное, он вызывает какое-то такое состояние тревоги. А так, я понимаю, что жизнь – это продолжение жизни, только в другом ее проявлении. И вот где-то на уровне какой-то памяти, я не знаю какой, но у меня такое ощущение, что у меня бабушка была глубоко верующим человеком, хотя никогда ни Бога, ни иконы. И вот я просто вспоминаю, когда мы жили на Попово, висел на кухне портрет Сталина, и мне почему-то кажется, что была икона. Но хотя вот у своих родственников, у кого спрашивают, они этого не помнят. Поэтому и мое обращение к Богу, оно тоже не случайное. Много всего в жизни происходит, когда ты в какой-то момент понимаешь, что не в твоих силах, а есть какая-то абсолютно другая сила, другое явление, и тебе это является поддержкой. Ну, это может быть такое маркантильное отношение к Богу. Каждый по-своему приходит. Но так получилось, что в нашем университете была создана организация общества православных врачей. У нас очень такая была православная кафедра неонатологии и перинатологии. Это вот как раз доктора, их еще называют детский педиатр. Хотя педиатр есть педиатр, но это детский врач. Врачи-неонатологи, которые вот как раз принимают деток и сопровождают их по жизни до подросткового возраста. И там действительно были очень верующие, очень чистые душой доктора. И вот как-то мы так сдружились, стали проводить конференции, посвященные иконе Божией Матери, Млекопитательница. И я думаю, что наше неверие в Бога не от того, что Бога нет, а от того, что мы опять же не знаем историю. Потому что куда бы мы ни коснулись какой-то картины, какого-то сюжета, это все описано было. Это все мы можем найти в Библии и найти подтверждение и объяснение. Но мы ленивые. И нам лучше сказать, этого нет, чем залезть и углубиться. Поэтому взаимоотношения с пожилыми людьми для меня доставляет большое удовольствие и вдохновение. И поэтому много лет назад я занялась исследованиями. Создавали мы и статьи, и какие-то методические пособия по работе с пожилыми людьми. И, конечно, вот психологические особенности пожилых людей. Это особая тема и интересная тема. Так вот, на сегодняшний день, да, это, наверное, в 80-е годы появилась фраза «Молодым везде у нас дорога, пожилым везде у нас почёт». А я нашла вот у Томаса Хан такое выражение «Прославление молодости – это оборотная сторона ненависти к старению. Презирать факт старения – это то же самое, что презирать жизнь. Это то же самое, что обнаружить полное непонимание самой сути жизни. И поэтому, конечно, радуешься, когда в автобусе обращают внимание на пожилых людей и уступают места. И радуешься, когда об этом напоминают, потому что ведь очень часто и не напоминают, хотя и водителю, и кондуктору неплохо бы было обратить внимание, что молодёжь сидит, а пожилые стоят. Невоспитанные. И вот буквально вчера в интернете дискуссия разгорелась. Значит, очень хорошее послание один товарищ выложил, что сегодня мы разучились с уважением относиться к женщине, вставать при её появлении, подавать пальто ещё. Ну, в общем, очень интересное высказывание. А потом идут обсуждения. И вот один молодой человек пишет, а я вообще не понимаю, почему в присутствии женщины надо вставать, и почему ей надо уступать место. Ну вот, я не всегда реагирую, но тут я всё-таки отреагировала и написала. Видимо, у молодого человека проблема с воспитанием, вернее, с отсутствием воспитания при культуре. И вот эта моя фраза тоже вызвала очень много отзывов таких положительных, позитивных. То есть, конечно, когда мы к пожилым людям относимся неуважительно, это проблема отсутствия воспитания. И, конечно, в первую очередь в семье, но и в целом в государстве. Ну и, наверное, когда вы приходите к врачу, к сожалению, может быть, тоже сталкивались с таким. Хорошо, если не сталкивались. А если столкнулись, я научу вас, как на это реагировать. Так вот, типичный вопрос. Доктор, почему вы не можете мне помочь? И типичный ответ. Ведь вы же не молодеете. Вы должны чувствовать именно так. Теперь, когда вы стареете, вы должны немного сбавить вход. Вот такой совет не имеет права быть из уст врача. Потому что никогда на возраст врач не должен указывать. Поддержать, поговорить, но ни в коем случае не подчеркнуть, что раз пожилой, так иди и живи с этим. Поэтому, если вы услышите такое, и мной, вот, ко мне же приходят на консультации пожилые люди, и с обидой на врачей, и я им говорю, а вы не обижайтесь, а вы просто скажите, молодость так быстро проходит, и когда-то вы тоже будете на моем месте. И что вы хотите услышать? Свой адрес. Только лишь то, что душой мы всегда молоды. Ну и действительно, сегодня, к сожалению, мы видим отрицательные установки и стереотипы к пожилым людям. И сейчас, может быть, для кого-то новое слово, а для психологов известное слово, термин. Это явление называется эйджизм. То есть, вот, подчеркивание возраста, да, пожилого. И именно вот этот эйджизм, он мешает установлению добрых отношений. Потому что к пожилым людям начинают относиться как к каким-то, ну, не совсем полноценным. Но это же неправильно. Не должно быть никакой дискриминации по возрасту. На самом деле, период геронтогенеза или старения организма у женщин начинается после 55 лет, у мужчин после 60 лет. И выделяют три стадии. Пожилой возраст 60-74 года, старческий возраст 75-89. И с 90 лет это уже долгожители. И, конечно, можно уже не иметь сил что-то делать, но думать и радоваться, чувствовать, это остается на всю жизнь, независимо от возраста. Чтобы долго сохранить для себя молодость, нужно создать соответствующий сценарий. Ну, или говоря языком компьютерным, сегодня он проник уже в нашу жизнь, создать программу сохранения молодости и здоровья. Второе условие долгой и плодотворной жизни – это правильное поведение. А это уже самодисциплина. Это очень сложно, да, потому что хочется дать себе какие-то слабинки. И вот я сейчас вам говорю о себе опять зарядку надо срочно начинать делать. Опять упустила какое-то время, расхолодилась. Поэтому питание, дыхание и движение. Движение, вот я когда разговариваю с пожилыми, очень часто они делятся. Вот я проснулась и сразу в кровати уже начинаю какие-то движения. Вот. А кто-то говорит, ой, да я если этого не сделаю, так я из кровати то не встану. То есть организм нам иногда подсказывает. Нам надо просто его слушать. Ну и третье условие очень сложное – это нейтрализация стрессов. Сегодня нам жизнь все время их подкидывает. Учимся не реагировать, глубоко не вникать в те переживания, которые СМИ нам все время подкидывают. В стороне от этого быть нельзя. Но нужно себя реализовать через какую-то деятельность. Русские молодцы. Мы знаем сейчас очень создано много команд, которые плетут сети, делают свечи, покупают возможные по своим достаткам лекарства, вяжут, плетут что-то такое там. То есть надо обязательно себя в какое-то дело, а не просто сидеть, переживать и раздражаться политикой государства. Потому что мы не знаем, что нас ждет, но самое главное, что мы должны любить себя, свою страну и своих близких. Вот такая фраза. Долго может жить только счастливый человек, счастье, а счастье рождается внутри. Нам никто не придет и не принесет его на блюдечке. И вот здесь я поместила фотографию. К нам в январе приезжал квартет реалончелистов в Растрелле. Вот если они приедут, я просто рекомендую обязательно сходить. И когда я мужа спросила, что тебе на Новый год Дед Мороз принесет, он сказал, пусть Дед Мороз принесет мне билеты на концерт фиалончелистов. Ну Дед Мороз под елочку положил билеты, мы идем на концерт, Мороз был жуткий, он говорит, слушай, а вдруг никто не придет в БГКЦ концерт был. Я говорю, Володя, ну вот мы с тобой придем, зрителей уже есть. Он говорит, нет, ну представляешь, на фиалончелистов и никто не отдыхнулись у океана, все ехали туда. И когда мы зашли, полный зал, мороз 30 с лишним градусов, полный зал. А сами эти фиалончелисты просто удивительные люди. Руководитель говорит, много-много лет назад я предложил одному из своих коллег, давай создадим вот квартир. Он говорит, слушай, ну больше пяти минут квартет виолончелистов слушать никто не будет. Был кто-то на этом концерте, нет из вас? Не будет слушать. Он говорит, 23 года нас слушают и зрителей становится все больше и больше. Поэтому вот это тоже такая эмоциональная зарядка и удивительное их поведение. Они когда выступили, а мы ведь какие, нам же надо автограф получить, да, там еще как-то прикоснуться к исполнителям. И руководитель говорит, не надо, не бегите сюда, тут лесенки такие крутые, подскользнетесь, упадете, вы идите в холл, мы сейчас выйдем. А там же елочки были в Новый год. Они все вышли и вот что называется до последнего зрителя. Они ходили, фотографировались со всеми, кто хочет, действительно до последнего зрителя. Пока все не ушли, они не ушли. Поэтому и это тоже после концерта такое эмоциональное вдохновение и благодарность. Это не какое-то предвзятое отношение к периферии, а именно уважительное отношение к нам, к северянам. Конечно, пойдем в следующий раз, когда они приедут. у пожилых людей можно отмечать доброжелательные отношения и к окружающим, и к семье, и к работе. И вот здесь на фотографии это наш совет ветеранов, новогодний огонек так называемый. И мы с ветеранами подготовили небольшую сказку на современный лад по исправлению демографической ситуации сказку про Колобка. Мы эту сказку показали в городском совете ветеранов, там тоже понравилось, поэтому, если кто хочет, я думаю, что мы еще не все слова забыли, можем где-то ее еще продублировать. Правда, сейчас мы готовим следующие выступления к марту с нашим советом ветеранов, там о том, как относиться к женщинам. Переделанная сказка, как мужик корову продавал. Мы ее переделали на другой лад. Вообще, на самом деле, трудоспособность человека начинается еще и до начала профессионально-трудовой деятельности и сохраняется всю жизнь, особенно, если работа любимая. Поэтому очень важно в работе найти такое, что поддерживает и не хочется расставаться с работой. Долгожителям присущи духовность и надежда на будущее. Казалось бы, сколько там, и тем не менее люди не любят говорить о возрасте, не любят говорить о борячках. И вот здесь мне очень захотелось поместить вот этих двух долгожителей, которые занимаются спортом. А если кто из Северодвинска или знает вот наверху, это долгожительница из Северодвинска, наша с вами землячка. Очень хорошо, конечно, когда есть рядом тот, кто любит, поддерживает. Ну, даже если случается так, что нет, все-таки дружба, поддержка со стороны друзей, близких, родственников, она должна оставаться на всю жизнь. Вот здесь тоже мне захотелось поместить вот такие две фотографии с долгожителями. И посмотрите, как они весело реагируют на то, что им уже за 90. Никаких страданий, никаких переживаний. И желание быть здоровыми и не жаловаться на болезни. Долгожители не теряют живой связи с современностью. И вот здесь у нас иногда говорят, ну, там, с ума сошла, там, как-то одевается вычуна или что-то. А я считаю, что очень хорошо, что сегодня такая демократичная мода. И очень часто не могут определить, какой возраст, потому что наши пожилые любят и ярко одеться, и как-то празднично. Ну, и что? Нравится? Пусть одевается. Ну, здесь тоже две фотографии поместила. Может быть, для вас оба эти человека знакомы. Наверху это долгожительница нашего Архангельска, ну, а внизу всем известный нам актёр, да, да, который ещё в 90 лет выплясывал на сцене театра. Да, конечно, и когда смотришь на таких людей, эмоционально тоже подпитываешься. Конечно, большим стрессором является одиночество, поэтому я очень благодарна нашим центрам психологической поддержки, нашим дворцам культуры. Сегодня создаётся очень много объединений по интересам. И меня огорчает, когда некоторые пожилые говорят, ну, что я там пойду? А вот напрасно. Вот туда-то и надо идти, особенно одиноким, особенно, когда ты одна в квартире и ни собачку, ни кошечку не завела по каким-то причинам, то вот в эти объединения надо обязательно идти, потому что это поддержка, которая помогает почувствовать, что ты не один и не одинок. есть, конечно, разные научные исследования, и вот по одному из них выделяются три типа старения. Первый это негативист, второй экстравертированный тип, и третий интровертированный тип. Ну, вот уже по этим названиям понятно, да, негативист это человек, у которого все плохо, вообще всегда все плохо. Будет ему в жизни хорошо? Нет, конечно, нет. Экстравертированный. Ну, вот вы, наверное, сейчас сразу ответите, кто здесь экстраверт? кто с вами общается сейчас? Конечно, это тот, кто любит говорить, кому нравится общаться, вот, а интровертированный тип, это люди такие закрытые, малообщительные, но зато они находят отдохновение, успокоение, в чтении книг, в созерцании, поэтому ничего плохого в этом тоже нет, просто у каждого свой путь, единственное, что негативистами не надо быть. Вот здесь тоже мне захотелось вам представить наших профессоров, которые уже имеют достаточно преклонный возраст, но до сих пор принимают активное участие, по мере здоровья позволяет различных мероприятий в нашем университете. Но вот я вам уже сказала, хорошо, когда есть что-то, что согревает, поэтому если есть кошечки, собачки, и опять же здоровье позволяет, потому что собачек-то надо выгуливать, да, за кошечками, тоже, если их не приучили, правильно ходить в туалет, убирать надо, вот у меня какая-то кошечка оказалась очень умная, она сама себя приучила ходить писать в унитаз, но как и правда на полу, но в туалете, поэтому особый хлопот не доставляет, но радости вот действительно неимоверный источник. для женщин очень часто мы уходим с вами, когда уходим с работы в дом, мы уходим в хозяйство, приготовить, поесть, всех накормить, все прибраться, и может быть это и хорошо, но все дело в том, что ведь нам хочется, чтобы нас хвалили за это, чтобы нам спасибо сказали, а они прибежали, поели, убежали, и оставили гору грязной посуды, и нам грустно. Поэтому вот тут тоже надо осторожными быть, иждивенцем около себя не плодить, и поэтому вот если мы выбираем такой путь в жизни, то мы будем испытывать чувство обиды, поэтому учим всех вместе помогать, прибирать, и за это обещать, сделают что-то вкусненькое, но если вы за собой помоете посуду, ничего сложного в этом нет. Вот тут мне хотелось бы с вами поделиться такими именами, которые может быть вам и не знакомы, но удивительно, долгожители, известные долгожители. вот посмотрите, Залтан Петрич в Венгрии 186 лет прожил, Петр Зартай в Венгрии 185, удивительно, в Венгрии, может быть, там климат особый, может, там музыка особая, да, вот, можете тоже зайти, послушать венгерскую музыку, у них очень зажигательные мелодии, венгерская народная музыка. Вот тут из аббатства в Глазго один товарищ Кентигертн прожил 185 лет. В Осетии в Танце Абзиве прожил 180 лет, ну, и так далее. Есть ли у нас такие долгожители? Вот, честно говоря, я нашла информацию о долгожительнице в нашей России, 134 года прожила, вот, есть 120 лет, но это не то, что они сейчас живы, а просто в истории, в истории нашей страны. Отношение окружающих к людям пожилого возраста тоже очень важно, и существуют две диаметрально противоположные позиции, там мы посмотрели, как сами пожилые люди какие позиции имеют, а вот здесь как окружающие к нам относятся, потому что я себя тоже уже отношу, да, к такому возрасту, недолгожители, конечно, но, вот, значит, одни воспринимают людей пожилых как мудрых, с наличием большого жизненного опыта и добрых, а другие отмечают ворчливость, консерватизм, критическое отношение к молодым и плохое здоровье. Как вы думаете, от чего это зависит? От воспитания, наверное. Так, от воспитания, еще. Так, пример в семье. Так, еще. Ну, какие отношения поддерживаются вот в данный момент тоже между ними, да? Так, хорошо. Еще какие варианты? От того, как ты к людям относишься. Умница. Умница. Умница, конечно. В жизни все отзеркаливается. То есть, если мы несем доброжелательность, конечно, кто-то не отнесется, да? Ну, мы же не можем быть конфеткой для всех, но, тем не менее, все равно мы быстрее получим на себя доброжелательное отношение. Если мы будем критиковать, обязательно кто-то скажет, а на себя-то посмотри. Вот. И поэтому очень важно для себя выработать определенные, ну, я бы сказала, да, стереотипы поведения с окружающими, чтобы не вызывать огонь на себя. ну, и здесь, наверное, в большей степени для молодежи вот эти рекомендации, ну, вы можете тоже и для себя где-то взять, повесить, если у вас молодежь есть, чтобы они не забывали, как нужно относиться к своим родственникам уже в возрасте. никогда не теряйте надежду на установление добрых отношений с пожилыми. У нас действительно иногда молодежь смотрит на нас, что, да, о чем с ними говорить, в прошлые лет ничего они не понимают. Но если они с нами посидят и поговорят, то они откроют для себя кладезь всего интересного. Это, опять же, обращение к более молодым, да, всей душой переживайте чувства, состояние и тревоги совместно. Вы должны научиться понимать человека лучше, чем он сам себя понимает. Потому что, действительно, когда пожилой человек сидит какой-то расстроенный, грустный, обязательно нужно к нему подойти. Обязательно нужно как к маленькому ребеночку погладить, взять за ручку. И это дает тепло и поддержку. Так, вы мне ничего не говорите про время? Сколько у меня еще? Минут пять? Или все? Заканчивайте. Ну, минут десять. Вот очень важно, опять же, это тем, кто помоложе. Действительно, стараться доверчиво и откровенно общаться с людьми в возрасте, с людьми, у которых уже есть жизненный опыт. к молодежи обращения, анализировать свои ошибки, а также свои удачи и тоже обсуждать, а что было хорошего во мне? Бабушка, тебе что во мне понравилось? Или бабушка, а как я выгляжу? Или там внук говорит, бабушка, посмотри, понравлюсь я девочке. Это очень важно, когда вот такие отношения выстраиваются. Ну, и поэтому очень важно, чтобы действительно молодые и пожилые были союзниками. Ну, и еще несколько таких знакомых лиц. Наверное, приятные воспоминания для нас, кто в возрасте и может быть совсем незнакомые. Я все время забываю про свой возраст и со студентами, когда говорю, я же привожу им примеры старых фильмов, старых актеров. Они сидят, смотрят, не знаете, записать, посмотреть и следующее занятие рассказать, что удалось. То есть мне так хочется, чтобы они окунулись в тот наш мир, который был намного устойчивее и добрее. И хотя нам сейчас бросают упреки, а чё ж тогда вот так-то, да? Ну, потому что не умеют некоторые делать выводы о том, что от чего-то нужно отказаться. И вот вчера с огорчением я прочитала, что Греция поддержали однополые браки. Греция это кладезь православия. Что они творят? Так мы пережитки старого. Или они ушли в Содом и Гоморру, и история знает, чем это заканчивается. Поэтому наша с вами позиция всё равно должна быть высоко нравственной и, несмотря ни на что, показывать радость, прелесть и удовольствие от брака между мужчиной и женщиной, от брачных отношений, когда муж и жена, когда дети, когда много детей. Потому что ничто не заменит счастливой семьи. Ну и вот почему ещё заговорила, потому что посмотрела на Людмилу Хитяеву и вспомнила в одном из фильмов, по-моему, Евдокия, фильм был, да, тоже такой вот про семейные отношения. Тоже студентам своим порекомендовала, тоже удивились, хотя там наряды такие старые, а отношения это вечные. Вечные, вечные, да. Ну и здесь знакомая нам с вами Гребешкова, супруга Реонида Гаидая, которая тоже всю жизнь его поддерживала. Вот Пелецкая удивительная актриса, Конюхова тоже знакомая нам с молоду. Удивительный Юрий Иванович Каюров, который в свое время играл, по-моему, Ленина, да? А вот сын его, тоже актер, стал священником. Знаете, в семье есть какой молитвенник. Да, в золотых них, да. А вот здесь удивительная судьба. Петр Колнышевский, кто бывал из вас на Соловках, наверняка подходили к его памятнику. Это последний атаман Запорожской сечи, 26 лет провел в российской тюрьме, в частности на Соловках, и когда его освободили, он с Соловков не уехал, он так там и остался. Там и похоронен на Соловках. Ну вот, украинец, а из России не уехал, остался у нас. Вот, и он канонизирован был в 2008 году Украинской Православной Церковью, а затем и нашим московским патриархатом в 2014 году, то есть святой. Вот здесь медики, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Понятно, что они уже даже своим возрастом подчеркивают, что можно сохранить здоровье. Но тут очень таких знакомых имен нет, поэтому я не буду... Да, хотелось бы только обратить внимание на Углова Фёдора Григорьевича, это советский российский хирург. И он пропагандист здорового, трезвого образа жизни, 103 года прожил. И самое удивительное то, что он же оперировал, сто лет оперировал, руки не тряслись. А Моссову, честно говоря, немало. Вот, поэтому мы с вами должны какой вывод сделать? Конечно, можно стремиться к долгожительству, но мы живём столько, сколько нам отпущено. но сколько нам отпущено, важно прожить достойно, с радостью. И наступит тот день, когда мы уйдём, так вот, кто останется, пусть вспоминает о нас с добром, с любовью и чувствует себя счастливыми, что мы были рядом с ними. спасибо вам за внимание, за мою такую многоречивость, прошу прощения, готовы ответить на вопросы, если что-то хочется спросить. Мамы счастливыми. Спасибо. Я только благодарна Евгения Георгиевна. Это мой преподаватель. Это моя студентка. В психологии, да. Я училась в СГЛУ в 99-2004 год, в этом году у нас юбилейный год выпуска, 20 лет. Я не могу поверить в Евгения Георгиевна все еще, как говорится, втрою. Это очень радует. Я еще хотела знать, что сказать, что благодаря Евгению Георгиевне она на самом деле оставила свет в моей жизни, потому что благодаря ей я состоялась как психолог. На первом курсе я получила три двойки подряд за вечную сессию. Потому что у меня было увлечение, я танцевала, еще что-то. У меня видимо нагрузка 5 экзаменов для меня было очень тяжело. Евгения Георгиевна единственный человек, который поддержал меня и маму. Он сказал надо хоть как, потому что я хотела все бросить и как говорится уйти. Но собралась все сдала. И вы понимаете я работаю с 2006 года психологом, педагог-психолог. И психологии в колледже. И понимаете насколько я благодарна, что я в этой профессии состоялась. А я такая благодарна. Потому что действительно каждый наш студент это действительно частичка наша, наше продолжение. И когда они с увлечением не просто деваться некуда работаю, а мы же с Ксюшей еще и принимали участие в разных проектах. И на теплоходе с детками ездили. И с детками с онкобольными тоже работу проводили. И она сама очень творческий человек. Так что спасибо большое. Мы очень рады, ты